Минувший ночью в своем доме в Коннектикуте скончался Генри Киссингер, госсекретарь США при президентах Никсоне и Форде. Ему было ровно 100 лет. Киссингер считался важнейшей фигурой во внешней политике Америки, когда Соединенные Штаты прекратили войну с Северным Вьетнамом и разрушили барьеры в отношениях с коммунистическим Китаем Мао Цзэдуна. Киссингер оказывал необычайное влияние на глобальную политику США в 70-е годы прошлого века и позднее заслужив как резкую критику своих недругов, так и Нобелевскую премию мира. Спустя десятилетия его имя по-прежнему вызывало страстные дебаты по поводу давно минувших внешнеполитических баталий. Киссингер все эти годы сохранял репутацию уважаемого государственного деятеля, часто выступая с речами, давая советы как республиканцам, так и демократам. Он неоднократно появлялся в Белом доме при президенте Дональде Трампе. Дипломат немецкого происхождения, прибывший в США с родителями из гитлеровской Германии в разгар Холокоста и воевавший с фашистским режимом Берлина в рядах американской армии, Киссингер начал политику разрядки с еще одним тоталитарным государством, Советским Союзом. И во многом именно эта политика принесла Киссингеру Нобелевскую премию мира. В 2001 году Генри Киссингер занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов нашей планеты по количеству упоминаний в СМИ. Безусловно, этот легендарный человек входил в число выдающихся фигур внешней политики США. И с нами вышел на связь посол Томас Пикеринг. Мы хотим вместе вспомнить Генри Киссингера, который, напомню, накануне скончался в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Приветствую вас, господин посол. Спасибо, что нашли время присоединиться. Вот имя Генри Киссингера всегда пользовалось уважением, но и всегда вызывало споры. Во время его работы на посту госсекретаря США произошли буквально тектонические сдвиги. Вместо Тайваня в ООН заняла КНР, с которой в Вашингтоне при Никсоне начался период оттепеля. США вывели войска из Вьетнама. И были критики, которые утверждали, что все это ослабило американские позиции и стало прелюдией к дальнейшему укреплению Китая. Вот согласны ли вы с этим мнением? Нет, не согласен. Я считаю, что для США было очень важно с точки зрения внешней политики открыть двери для более близких отношений с Китаем. К сожалению, вышло не очень удачно, поскольку Китай нашел большое количество разногласий, тех, о которых США не могли себе вообразить. Генри Киссинджер, напомню вам, совершил визит в Китай в возрасте 100 лет в прошлом году и попробовал наладить связь между странами вновь. И во многом положил фундамент встречи между Си и Байденом, которая состоялась не далее, чем несколько недель назад. И таким образом мы можем сейчас наблюдать вектор улучшения отношений между двумя странами. Таким образом, конечно же, предстоит увидеть, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Но опять же, визит Генри Киссинджера в Китай, скорее всего, возымел определенные действия. Начавшаяся при Киссинджере политика разрядки с Советским Союзом вызвала недовольство американского ВПК. А вот какие шаги он предпринимал, чтобы сбалансировать эту разрядку с интересами американских топ-компаний, производящих оружие? Господин Киссинджер встречался с президентом Путиным неоднократно. И я в то же время не считаю, что Киссинджера стоит винить в ухудшении отношений между Россией и США. Тут вина полностью лежит на Путине, а вернее на том, что он совершил в феврале 2022 года. Это и только это решение стало квинтэссенцией тех проблем и олицетворением этих проблем, которые существуют между двумя странами, а именно США и Россия. Да, есть определенные ошибки, в том числе и со стороны США, в том, что эта ситуация возникла, если рассмотреть более широкий контекст. Война между Россией и Украиной, которая сейчас находится в патовом состоянии, ее можно даже вынести за скобки, поскольку новая ситуация развивается у нас на глазах, а именно то, что происходит на Ближнем Востоке. Плюс, дипломатические исходы нельзя исключать. А, кстати, Киссинджер во время российско-украинского конфликта призывал к скорейшему перемирию двух сторон. И за это некоторые комментаторы даже обвиняли его в ангажированности со стороны Москвы. Сейчас выясняется, что именно в этот момент, оказывается, Украина и Россия были близки к какому-либо соглашению. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, отмечу, что Генри Киссинджера зачастую называли таким супер-другом России, но это ошибка. Мы работали совместно, и у меня есть возможность осознавать, как Генри Киссинджер серьезно относился к тому, сколько большую угроза у СССР. И теперь Россия предоставляет США и в конкретной ситуации с Украиной. Естественно, Генри Киссинджер ни в коем случае не поддерживал военное вмешательство России в дела Украины. Но, опять же, и для России, и для Украины, мне кажется, обе страны могли бы быть заинтересованы в том, чтобы обсудить, как можно данную войну прекратить на взаимоприемлемых условиях. И мне кажется, что такую базу, на которой можно сблизить интересы двух стран, можно найти. Да, мы еще не находимся в этой точке, но проблема не в этом. Проблема в том, что мы отдаляемся от этой точки, поскольку данная патовая ситуация на поле боя, которая сложилась, по факту создает больше возможностей для негативного развития. В то же время Россия и США уже обсуждали такие вопросы, как, например, стабилизация ядерных программ с обеих сторон. Какого-либо прогресса мы в данном отношении пока не достигли. Но, опять же, и здесь дверь не закрыта в данном вопросе. Благодарю вас, господин посол, экс-посол Томас Пикеринг, бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам, был с нами на прямой связи. И нам удалось установить связь и продолжить тему Генри Киссинджера с еще одним нашим гостем. Линкольн Митчелл, политолог, профессор, научный сотрудник Института по исследованию проблем войны и мира. Ими Зальцмана присоединяется сейчас к нам. Здравствуйте. Вот насколько было сильно влияние Киссинджера на политический эстеблишмент США? Абсолютно невероятное было воздействие господина Киссинджера. Он влиял на президентов от Эйзенхауэра до Байдена, то есть в течение больше, чем 50 лет. И не только напрямую мог общаться с исполнительной властью, но и по факту был художником, который оформлял внешнюю политику США и положение страны в мире. Его власть была не абсолютной, но очень и очень значительно выходящей за рамки обычного. Небольшой такой экскурс, да? Генри Киссинджер был госсекретарем, не родился в США, получил гражданство в результате натурализации. Но по Конституции госсекретарь США, собственно, находится в цепочке кандидатов на пост президента США. И опять же, по Конституции президентом может быть только человек, родившийся в Соединенных Штатах. То есть изначально при назначении Киссинджера на этот пост было заложено некое противоречие. Каким образом на это пошли и почему Конгресс не был против? Напомню вам, что Маделин Олбрайт, которая служила госсекретарем во время Клинтона, не была гражданкой, не была рождена в США. Так что здесь, на самом деле, уровень не такой уж и высокий одобрения. Здесь многое зависит, в первую очередь, от спикера Нижней Палаты Парламента, то есть Конгресса. Он первый в очереди, а не госсекретарь. Скорее всего, если бы ситуация дошла до той ситуации, что Киссинджер должен был бы стать президентом, через эту ступень просто перескочили бы. И я думаю, что Киссинджер и не был заинтересован в том, чтобы быть президентом. Он всегда был заинтересован в информировании внешней политики. И я хоть был ребенком, в то время все-таки такой вопрос не стоял. Какие из политических идей Генри Киссинджера принесли несомненную пользу Америке, а какие нет? Главная идея, которая принесла большую пользу США, это нормализация отношений с Китаем, начавшейся в 1970-е годы. С его памятным визитом в 1971 году. Таким образом, нормализованные отношения по факту открыли двери для невероятных экономических бенефитов и плюсов от сотрудничества между двумя странами. Затем Киссинджер и его попытки наладить более мерные мирные отношения с Советским Союзом также привели к позитивным развитиям. Но тут также можно отметить, что господин Киссинджер, многие говорят, был виновен в огромном количестве гражданских смертей по всему миру. И плюс Киссинджер по факту стал катализатором доминирования США в странах третьего мира и так называемом глобальном юге. И некоторые критики утверждают, что Генри Киссинджер по факту через влияние США на страны третьего мира привел к смертям не десятков тысяч, а даже миллионов людей. Но это, естественно, почва для рассуждений, которые займут гораздо больше времени, чем у нас есть. Я благодарю вас за комментарии. Линкольн Митчелл, политолог, профессор, научный сотрудник Института по исследованию проблем войны и мира имени Зальцмана, был с нами на прямой связи. Продолжение следует...